Хоккеисты Адмирала сравняли счет в серии плей-офф. Во Владивостоке прошел четвертый поединок между Омским Авангардом и Приморской командой. Всю встречу Адмирал был в роли догоняющего. Счет в матче открыли гости, Бурдасов с острого угла отправил шайбу в ворота. Адмирал отыгрался почти сразу, Максим Казаков совершил сольный проход в зону омичей и бросил в ближний угол ворот. Забитый гол стал пятым в этой серии для нападающего моряков, и он по праву занял место лучшего снайпера в нынешнем плей-офф. После перерыва Авангард вновь вышел вперед усилиями все того же Бурдасова. Приморцы снова не стали долго ждать для ответа, Ткачев мощным щелчком сравнял счет. Судьбу матча решали долго и смогли это сделать только в овертайме. В середине дополнительного периода шайба удачно легла на клюшку Джеймса Райта, который в касание забил победный гол. 3-2 в матче и 2-2 в серии плей-офф. Игра была насыщенная, напряженная. Обе команды были достойны победы. Сегодня выиграл Адмирал, с чем мы его поздравляем. Едем в Момск. Ну здесь по игре в принципе и деба это что-то сложное. Федор Ильич все сказал, мы рады, что сравняли счет в серии. Все самое интересное в игре. Интересно, что еще ни разу дальневосточные команды, выступавшие в КХЛ, не выигрывали больше одного матча в плей-офф по ходу одного сезона. Адмирал сумел это сделать первым. Пойти на большие рекорды моряки попытаются уже 2-го марта в очередной игре серии. Краевые соревнования по детскому хоккею «Золотая шайба» завершились в «Большом камне». В традиционном турнире принимали участие юношеские команды 2006 года рождения. Владивосток на льду представлял знаменитый детский клуб «Полюс». За победу боролись 6 команд, игры проходили по круговой системе. Каждая команда сыграла с каждой. «Полюс» в итоге разгромил своих соперников. Хоккеистов из «Артема» владивостокские спортсмены обыграли со счетом 11-0, находку при счете 30-0, а также Дальнереченск, который тоже не смог ничего противопоставить 22-м забитым шайбам. Были также обыграны команды «Уссурийска» и «Большого камня». Итог – безоговорочная победа «Полюса» в «Золотой шайбе». Теперь приморцам предстоит защищать честь края на всероссийском финале этого турнира, который пройдет в Сочи. Приморские спортсмены отличились победами на любительских и профессиональных соревнованиях по кикбоксингу в Южно-Сахалинске и Хабаровске. На Сахалине в чемпионате и первенстве ДФО приняли участие более ста спортсменов из различных городов Дальнего Востока. Честь Приморского края в разделе «Лайт Контакт» защищал Вадим Друст из города Артема. По итогам турнира он получил золотую награду и возможность поехать на всероссийские соревнования. А среди профессионалов отметились Ислам Абдувахидов и Шамиль Вагабов. В своих боях по версии К1 после единогласного решения судей они одержали победы. Выступлениями в Хабаровске приморцы также порадовали. На профессиональном турнире противостояния единогласным решением судей победу над хабаровчанином весит до 65 килограммов одержал боец Женишбек Рахманжан. А чуть позже сильнейшим назвали и другого жителя Владивостока Максима Ягушкина, который выступал в категории до 77 килограммов. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом.